доброе утро доброе утро мои хорошие что сегодня настал мой день когда я пришла за очередной дозой своего крепкого и мощного здоровья я только что сдавал уже кровь теперь мне нужно полчаса витамина 40 погулять а погулять это то что здесь можно обязательно после сдачи крови перед иммуноторопией нужно завтракать так что мне дали вот такой вот дубники как-то это стадо из цельнозерного хлеба и сахармона чашечка вкусного кофе так что пока не нужно будет подождать время я сейчас позавтракаю и пойду что то есть ответы приходят сразу надеюсь что все хорошо что он не даст допуски все будет замечательно я завтракаю и потом уже включусь тогда тогда уже включусь Все, ребятушки, вышла я уже из больницы, держу для вас свои анализы, не получилось у меня сегодня поснимать вам, потому что мы видели выходная, что-то так сегодня тяжело вообще, сейчас упаду, сейчас этот микрофон поменяю, потому что он не слышно, надеюсь, что так будет лучше слышно, поменяла микрофон ближе, потому что много людей, сейчас покажу, школьники, видите, пошли, шумели очень, я стою возле дороги, вот моя клиника, стою, жду, пока у меня девочка приедет, заберет. Не знаю, что случилось, прям такой тремор сумасшедший, не смогла еще вам поснимать, потому что будут уже праздники, Пасха, да, будет выходной, и это, и по максимуму поток, поток людей идет, 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 и все кресла сегодня были заняты, да, но я там вставлю пару минуточек, да, и мне было неудобно, потому что все люди были сегодня в основном такие, знаете, взрослые, дядечки все время спали, прям так похарапывали, слышно было, и мне было просто не по себе, я не хотела включать камеру и что-то там вещать. Вот так вот, так что расскажу вам все, как и было, пока приду домой, посмотрю эти, скажите, анализы, и все вам покажу. А пока мне сожду машину, хочу вам показать, как красиво цветет дерево с сиреневым цветом, вообще просто бомба. Вот, там впереди еще есть. Сейчас приближу. Красивенько, когда такой красивый цвет вообще. Вот такой, как небольшой парточек, да, прям перед самой-самой моей клиникой. Красивенький. Надеюсь, что я вас не сильно трушу, потому что иду, телефон на палке еще и хромает, потом, когда монтирую, монтирую, смотрю, что я вас раскачала, бедных. Ну, из-за того, что сложновато немножко ходить так, как хотелось бы, то получается, получается, как получается. а хочется шти и вам что-то вещать. Вот так вот хорошо сидят тетечки, дядечки, бабулечки и наслаждаются. Такие дела. Так пить хочу вообще сушить, прям что-то сегодня, прям такая острая реакция резкая на протяжении всего этого времени. Вот сколько я капалась, столько и ощущался дискомфорт. Вот наша гора Санта-Барбара, как раз рядышком. Я думала, что я приду домой, смогу еще этот спечь. Ну, я думала, не печь. Печь, наверное, не буду. Просто сделаю чизкейк такой, чтобы у него за духовки не стоять. Потому что я же вам говорила, да, что приехала моя подписчица с Америки и хочет прийти в гости. Ну, или просто где-то встретиться. В общем, не знаю. Ну, и хочет моего тортика. Так что печь, скорее всего, не буду. Наташа, не попрости. Но чизкейк можно сделать, так как продукты все равно уже купила. И не заставит труда. Ну, что-то не знаю. Не знаю, ребята, с чувствными ногами. Вот сейчас вышла с этого из больницы. Вот стою и ноги вот так вот, знаете, вот как легкий вот такой вот тремор. Получается, держу себя через силу. Вот реально через силу. Не знаю, что. Сегодня с доктором разговаривала по этому поводу. Сказала ему, что это такое может быть. Почему? Почему мне очень вольно в последнее время ходить? на что я услышала как всегда ответ «Но пассанада», что ничего страшного такое может быть. Это может быть такого рода побочка. Я говорю, но дело в том, что почему эта побочка началась именно буквально за несколько дней до следующей иммунотерапии, ее на протяжении всего этого времени не было как-то странно. Обычно даже когда я химиотерапию капала, допустим, когда у меня проходила адская неделя болей, потом у меня потихоньку восстанавливалась и вот последняя неделя до следующей и химии, у меня вообще было практически все хорошо. Отступали даже все вот эти вот побочки, вот эти корки, все вот эти вот в общем все, что не есть, все плохое, все отходило в сторону. Вот. А это наоборот что-то накатило, не знаю. Не знаю, что такое. не то, что там я хочу жаловаться, а вот такая бедная несчастная, просто знаете, не хотелось бы это все упустить, да, все, чтобы оно ничего, не дай бог, не усугублялось, а как можно раньше, допустим, взять и решить эту проблему. я ему говорю, доктор, блин, дождик капает, у нас сегодня это пасмурно так стоят маленькие капельки. Я ему говорю, доктор, может мне нужно какие-то витамины пропить, может ничего не надо, ничего не надо, по-прежнему только пей свое железо и все. Я говорю, может быть этот нейромультивит, вот этот, который я пила полностью, комплекс этого витамина В. Я не вижу у них надобности. Все, ну, он не видит их надобности, я все равно куплю, я все равно буду пить, потому что я думаю, что они мне не навредят, их уже ничего не сделают, потому что я их уже пила, я и первый раз их, скажем так, назначила сама себе, да, ну, мне это посоветовал другой там доктор, да, немой, сказал, что пей, они тебе хуже не сделают. Ну, я все равно, конечно, у своего спросила, он сказал, ну, без проблем, хочешь пей. Вот. Так что сейчас заеду тоже в аптеку, куплю себе этот, эти лекарства и нужно мне купить амепрозол, потому что я понимаю о том, что я ничего не могу есть без этого амепрозола. Он мне сказал о том, что не нужно приучать, ничего страшного нет, что амепрозол пить не нужно. Я только что выбила у него рецепт, чтобы он не дал рецепт на этот амепрозол, потому что я понимаю, что мне без него голос трусится. Знаете, как будто вот сейчас такое впечатление, вроде бы я замерзла, вот так вот, из-за того, что трусятся ноги, я стараюсь себя удержать, начинается такой тремор в голосе. я говорю, дайте мне пожалуйста этот рецепт, потому что у меня проблемы тогда с ЖКТ, чтобы я не съела вечные посиделки на троне. Блин, что-то тоже текси упустился, прям хочется туда уходить под навес, потому что здесь двойная сплошная, и когда девочка приедет, потом надо целый круг делать. Не знаю, с какой стороны она поедет, как ее на горы плохо знает, как ее выведет навигатор и вообще с какой стороны она едет, я тоже не знаю. А у нас, вы видите, капает дождь. Все. вот такие дела мои хорошие. Все, я вас обнимаю и уже потом покажу свои анализы, когда приеду домой. так, ребятушки, все, мои хорошие, я уже дома, вот мои анализы, критичного вообще ничего нет, вообще особо таких изменений ничего нет, что гемоглобин у меня был 118, сейчас 117, при так, при норме 123, 153. Это я вам говорю, вот как у нас, не знаю, не знаю, ребят, как с нашими странами, ну, я думаю, что, наверное, это какой-то мировой, стандарт, не знаю, ну, в общем, рассказываю, как у нас. потом так и мальчинес я посмотрела это типа как красные кровяные клетки вот, то есть у меня они упали, потому что было 4,14 а сейчас 4,09 немного вот упали потом там тоже вот эти вот все, что связано с гемоглобином были троцитом, там что-то так, ну, короче, я вот это вот попереводила, все, что именно связано с гемоглобином, то немножечко получается подупали, не намного, но все же подупали, лейкоциты упали, получается, лейкоциты тот раз было 6,7, сейчас 5,8 что-то этот раз как-то у меня сложнее мне сложнее подниматься, восстанавливаться после этого и тем так, что еще ну, тут все норма, норма, норма и тромбоциты получается было 210, сейчас 202 при норме от ста, ну, то есть норма считается 149, 409 в этом промежутке, ну, я считайте, вошла в норму, да, но все равно, допустим, если тут раз было 210, сейчас 202 ненамного, не критично, но все же, все же упали, все, так, в принципе, никаких изменений нет, ничего нет, в общем, продолжаю лечиться дальше, все будет хорошо, я в это верю, я это знаю, вот, я теперь переодеваюсь и немножечко прилягу, потому что то ли еще плохо от самой системы, то ли еще, конечно, можно грешить на погоду, ну, это уже не столь важно, все, мои хорошие, всем желаю крепкого-крепкого здоровья, берегите себя, берегите ваши семьи, всех целую и до скорой встречи, пока-пока,